Всем доброе утро! Меня зовут Мария Мироневич и вы на канале Как похудеть. В своих видео я рассказываю о том, что для снижения веса, если какую-то необычную еду, дорогие продукты совсем не нужны. А все, что нужно для снижения веса, это оладить свой режим питания. То, что я ем, а я ем я самую обычную еду, которая доступна в любом магазине, я показываю в своих дневниках питания. И это мой дневник питания за четверг. Что же у меня на завтрак? На завтрак у меня бутерброды с хлебом. Хлеб, напоминаю, мы печем сами. Хлеб я слегка намазала маслом и сыр у меня сегодня брынза, потому что она очень вкусная. Мы вчера ездили за покупками и с удовольствием поем такие бутерброды. Вы знаете, как всегда, на завтрак я не могу обойтись без чашки кофе. Кофе я пью с молоком и сахаром. Как я и обещала, мы для вас показываем вес порции. Сейчас вы узнаете, сколько весит два бутерброда. 147 грамм. Вот такой у меня завтрак. Два бутерброда. Это 150 грамм, учитывая, что там есть еще, конечно, не только вес хлеба, но и брынзы. Хлеб помогает разнообразить свой рацион. В хлебе нет ничего плохого, если есть его раз в неделю, как это делаем мы сейчас. И, конечно, он дает сытость. То есть до обеда себя я чувствую хорошо, а если что, я съем яблоко или банан. Поэтому если у меня будут перекусы между завтраком и обедом, я вам обязательно об этом расскажу. Всем привет! Я опять 5 литров наварила на обед. Сегодня у меня на обед замечательные борщи, это я вам покажу потом. Еще хочу сказать, что мы для вас уже успели снять видео, поэтому мой обед поздно, очень поздно, в 3 часа. Но вы меня просили поделиться рецептом без мяса и без картофеля. Поэтому мы, собственно говоря, и сняли, потому что какой-то обед готовить нужно было. Свекольню, к сожалению, не успевали, потому что там нужна более долгая подготовка. Поэтому обязательно на выходных сниму этот рецепт, я вам обещаю. Вы знаете, свои обещания я всегда выполняю. Теперь полюбуйтесь, какой красавчик! Вот такой красивый борщ с молодой капустой. И вместо картофеля я использовала самую обычную белую фасоль в томатном соусе. Мне так очень нравится, убыстряет процесс. Обратите внимание, что пока готовился мой борщик, варилась капустка, я времени не потеряла. Поэтому я приготовила соус. Соус очень простой, рецепт я его вам показывала уже. Еще раз в описании под видео с рецептом борща, конечно же, его добавлю. Итак, мы с вами, как я вам обещала, взвешиваем мою порцию еды. Я напоминаю, что я снимаю на весах, есть такая функция, вес старой, то есть тарелки. И при взвешивании показываю вам чистый вес продукта. В данный момент это мой суп. Это выглядит вот так. Мы ставим тарелку на весы. На весах у нас получается минус. И мы ставим тарелку с супом. И, соответственно, узнаем чистый вес борща. 375 грамм. 375 грамм моя порция борща на обед. Обедаю я поздно, поэтому, чтобы как-то без потери дожить до обеда, потому что не было времени, к сожалению, и возможности пообедать раньше, я съела банан. Ну и пила очень много воды, потому что у нас уже очень жарко, очень-очень жарко, практически наступило лето, поэтому я пью очень много воды. Вот такой у меня замечательный обед. Рецептом борща я с вами поделюсь в тот же день, когда вы увидите этот дневник питания. Ну а мы с вами встретимся на ужине, и если у меня будут перекусы, я вам обязательно об этом расскажу. Всем добрый вечер! Как всегда, я показываю, что у меня на ужин. Ужин у меня сегодня очень простой и незатейливый, потому что была съемка, мы снимали для вас борщ без картошки и без мяса, поэтому гороховый пире, к сожалению, не успела приготовить, но уже сделала заготовку. Я его залила водой, чтобы оно завтра быстрее готовилось, и мы сняли для вас и показали рецепт. А сегодня у меня ужин вот такой. Это лук, морковка, горошек замороженный, который вы видели в закупке, опята замороженные и тоже те брокколи, которые вы видели в закупке. Есть я их буду с макаронами, в которых 14 грамм белка на 100 грамм. Также я буду использовать наш универсальный соус, потому что он хорош и к борщу. На самом деле, раньше я тоже думала, что макаронами только с томатным вкусно, оказалось, что с белым тоже отлично. Салат. Сегодня у меня салат из пекинской капусты, болгарский перец, огурец и гороши. Кукурузы у меня сегодня не было. Как всегда, я для вас показываю вес своих порций. 371 грамм. Моя порция 370 грамм, потому что здесь нет мяса, чего-то такого суперкалорийного. И еще раз, я часто спрашиваю, почему я так плотно, ну, по мнению других людей, ужинаю. Во-первых, я ужинаю за 3 часа до сна. Дальше. Это нужно для того, чтобы я не стала участницей ночного дожора. Потому что это именно моя личная была проблема, что когда ты снижаешь вес, ты хочешь есть либо в 6 часов, не есть после 6. Ну, в общем, вы знаете, много разного, кто сталкивался с этим. И потом однажды ночью ты набрасываешься на холодильник. Для меня есть за 3 часа до сна. И нормально, достаточно плотно ужинать. Плотность мне обеспечивает большое количество салата. Это моя страховка. Долговременная, долгосрочная от ночных дожоров. Мне это на самом деле помогает. Надеюсь, может быть, кому-то из вас тоже поможет. Теперь мы весим с вами салат. Вес салата 765 грамм. Итак, вес моего салата 765 грамм. Ну, округлим 800. То есть моя порция салата будет 400 грамм. Это обеспечит мне сытость. Большое количество витаминов, клетчатки. В общем, всего того, что нужно для здоровья. Помогает снижать вес и чувствовать себя отлично. Это все, что я вам хотела рассказать и показать за сегодняшний дневник питания. Перекусов между обедом и ужином у меня не было. Потому что не было просто времени. Я прошу вас, если вам нравится. Ой, опять забыла шаги, а. А ведь мне есть вам, что показать. Вот что значит вернуться на работу, к активному образу жизни. Сразу шаги полетели. 11 524 шага у меня сегодня получилось. И 120 минут по времени моя активность. Как всегда, я благодарю всех за поддержку, за огромное количество теплых комментариев. Прошу вас, если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Это оценка нашей работы. Также, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Мы снимаем для вас полезные, важные, нужные, интересные видео каждый день. И нажмите на колокольчик, для того, чтобы знать, что новое видео уже на канале. С вами была Мария Мироневич. Всем добра и любви. Большое количество витаминов, клетчатки. Клетчатки? Да. И я его так немного намазала маслом. И... Слегка намазала маслом. Да, так. Два бутерброда. Два бутерброда. И вместо картофеля я использовала самую обычную белую фасоль, которая была маринов... Господи, маринов... Опять телефон не принесла? Я его хотела принести... Ну ладно. Даша, принеси мой телефон.